Водителям, чьи стаж меньше двух лет наклеиваются познавательные знаки на авто, нужно обязательно, иначе штраф. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Медведев. Также новичкам запрещено буксировать другие транспортные средства и возить крупногабаритные грузы. Еще одно изменение может коснуться наказания для стритрейсеров. За легкачество на дороге предлагают штрафовать до 500 тысяч рублей, а виновников аварий сажать за решетку. Какие еще изменения в правилах дорожного движения вступают в силу 1 апреля и смогут ли они повлиять на ситуацию на омских дорогах? Вот об этом в нашей студии мы поговорим с мастером спорта России и Казахстана по автоспорту, в недавнем прошлом руководителем Омского отделения Всероссийского общества автомобилистов, а ныне директором Центра высшего спортивного мастерства Виктором Саблиным. Виктор Петрович, здравствуйте. Приветствую. Ну, позвольте себе начать беседу вот как раз с недавно принятого постановления о восклицательных знаках. На ваш взгляд, вот много спорят, надо клеить, не надо, чего-то боятся новички, а в то же время вроде бы как предупреждение всех остальных. Вот как вы считаете восклицательный знак тем, у кого стаж меньше двух лет нужен? Восклицательный знак обязательно должен быть. Во-первых, у человека нет опыта вождения, человек не чувствует габариты автомобиля, он выезжает на дорогу, он всего боится, он от всего шарахается. Когда сзади идущий автомобиль видит, что у человека восклицательный знак, ну, то, соответственно, он совсем по-другому... Уже знает, чего ждать. Да, вот как у нас идет, к примеру, учебный автомобиль, да, мы уже все знаем, человек заглох, но есть, конечно, у нас такие водители, которые сигналят, нервничают, да, по этому поводу. Сейчас в Госдуму внесли предложение стритрейсеров наказывать 500 тысяч штраф или 5 лет лишения свободы, приравняв это к хулиганству. На ваш взгляд, вот эта мера справедлива? Ну, давайте посмотрим примеры Германии. Стритрейсеров посадили за то, что, ну, там был смертельный, со смертельным исходом. Посмотрите, Москву показывают. Вот эти, как они себя стритрейсерами называют. Знаете, я один раз был в студии, у нас был прямой эфир, вот, дрэк-рейсинг, вот они там гонщиками себя называют. И мы были в прямом эфире с Екатеринбургом. Я долго слушал это, потом, когда мне дали слово, я сказал, даже неэтично вам себя называть гонщиками. Какие вы гонщики? Вы уличные хулиганы. Чтобы назвать себя гонщиком, вы должны хотя бы норматив кандидата мастера спорта, выполнители первого разряда. Гонщик – это тот человек, который участвует в гонках, который выигрывает их, а на дороге себя ведет, как законослушный водитель, и выполняет все правила дорожного движения. Может быть, начинать с автошколы? Такой у меня вопрос еще. Может быть, нужно как-то поменять подготовку, контроль за этим? Вот с автошколы ведь все начинается. Вы знаете, вот я тоже с людьми разговаривал, с руководителями автошколы, они говорят, если бы автошколу наказывали, если, к примеру, курсант закончил школу, да, в течение двух лет у него там ДТП, а если серьезное ДТП, там два и больше человек, к примеру, лишают лицензии или приостанавливают лицензию. Он говорит, да, тогда боролись за качество. А так нет никаких наказаний. Ну, то есть, что, как вот, проходил он свои часы положенные, не проходил, сдал на права, да, на те права иди езжай.